Всем привет, народ! Меня зовут Кирилл, и в этом видео мы поговорим с вами про сумки и аксессуары. Я попытался совместить эти две темы, потому что для меня что сумки, что аксессуары, так скажем, остального рода являются дополнением к вашему аутфиту, хотя сумки в большей степени, наверное, играют практичную роль, и в некоторых моментах без них просто не обойтись, поэтому о них мы будем говорить в большинстве, и немного затронем тему аксессуаров. Так, существует различного рода сумки, я выделяю основные категории, которые имеют наибольшее распространение по числу людей, и которые максимально интересны, актуальны и модны, если можно так назвать. И если расположить их вот в определенном порядке, то для меня это следующим образом. На первом месте у нас идет сумка Toad Bag, вторыми у нас идут сумки Cross Body Bag, третьим у нас идут рюкзаки, на четвертом месте у нас сумка, которая называется Hold All. Еще отдельная для меня категория, в которую я запихнул все остальное. Сюда входят, допустим, портфель, сумка для ноутбука, барсетка, спортивная сумка, сумка почтальона. Это те сумки, которые, да, используются, используются для конкретных задач, используются в целом в огромном количестве, большим количеством людей, но не имеют они такой широкой, широкой массовой распространенности, так скажем, в модных направлениях, не имеют они сверх необходимости, то есть их теоретически можно заменить одним из тех вариантов, которые я вам, допустим, сказал вот в первой четверке сумок. Поэтому разговаривать мы будем вот про первую четверку и начнем с первой. Это давайте начнем все-таки с Cross Body Bag. Почему? Потому что у них большое разнообразие по размерам, то есть есть маленькие Cross Body, есть Cross Body Bag, для тех, кто не понял, это сумка через плечо, через тело. И там есть огромный разный вариант, есть маленькие, побольше, кожаные, некожаные. Вариантов очень много, но все эти вот разные варианты сумок Cross Body облиняют то, что это очень крутой стилистический прием для того, чтобы разнообразить и как-то вот внести изюминку в ваш гардероб. Понятно, сумки имеют практическую направленность, ну, допустим, если мы возьмем Cross Body Bag вот такого маленького размерчика, допустим, от Acne Studios, туда можно положить, в принципе, наверное, ключи и, дай бог, телефон. И то ключи с телефоном не очень вяжутся. То есть какие-то буквально мелочи, ну, условно, вы можете это внести в карманах или в руках. То есть, ну, не настолько практичная история, а вот с точки зрения того, чтобы быть аксессуаром, чтобы добавить вот какой-то некой дополненности в общий аутфит, это да, эта тема крутая. И таких сумок очень много. У Bata Gewinnet есть прям супер актуальные, популярные сумки. Их много. Здесь все исходит из того, какой стиль вы предпочитаете. Нельзя сказать, что это хорошее, это плохое. Есть актуальные, так скажем, прям модели на пике своей популярности, которые сейчас очень много используют люди. Выбирайте, что вам нравится. И если вы хотите, допустим, какое-то сочетание практичности и в то же время актуальности, просто берите какие-то, может быть, средние модели. Если хотите просто какой-то вот прям интересный-интересный вариант, то, наверное, вам практичность не столь нужна. Но все-таки эти сумки бывают практичными и не стоит про это забывать. Дальше на очереди у нас сумка Toadback, которая по-другому сумка Shopper в некотором исполнении. То есть это сумка, которую можно брать каждый день. Не побоюсь сказать, что эту сумку можно использовать просто, наверное, со всеми аутфитами. Ну, может быть, просто кроме супер каких-то классических. В остальном везде она подойдет, в зависимости только от ее какой-то фактуры. Но так или иначе сам фасон сумки подойдет, наверное, под большинство аутфитов. Поэтому она такую популярность и имеет. Я бы рассматривал сейчас для себя конкретно именно какую-то вот сумку, все-таки не кожаную, больше похожую на Shopper, больше похожую на какую-то тряпичную такую вот именно сумку на каждый день. Хорошим вариантом будет сумка от Acne Studios, опять-таки, от Studio Nicholson есть такая хорошая сумка. Ну, как правило, это довольно дорогие варианты. И альтернатив у них масса на Asos, на Farfetch, просто, да даже просто есть в магазинах Arket, Cos. Есть вот такие варианты сумок. Просто нужно как бы брать то, что вам нравится. Сочетать эту сумку очень легко. И мне все-таки кажется, что она придает такого некого вот разгильдяйства в образ. Поэтому в своем, наверное, вот понимании я бы добавлял ее именно в такие в релакс-аутфиты, в какие-то повседневные, где есть прям такой коузи-фит, где все так спокойно, на чили, на расслабоне. И не стал бы ее использовать в каких-то классических луках. Ну, наверное, она бы там заходила, но не так здорово, как, допустим, возможно, какая-то небольшая сумочка типа кросс-бодибэка. Хотя это все чисто индивидуально, выбирать вам. Я рекомендую эту сумку для тех, кто не обременен задачей ходить, допустим, постоянно на работу с сумкой или на учебу с сумкой. На каждый день надели сумку, куда-то пошли, в магазин, не в магазин, на прогулку. В нее можно что-то положить, бутылку воды, какую-нибудь, возможно, кофту или рубашку, чтобы накинуть сверху. Или если вам жарко стало, вы можете снять туда положить. В общем, очень практичный вариант. Обязательно я вот прям рекомендую, чтобы у вас по-любому была такая сумка. На третьем месте у нас идут рюкзаки. И здесь я, к сожалению, не подскажу вам никаких моделей, не подскажу вам никаких там советов по поводу того, как найти, какой вариант. Единственное, что я могу сказать, это, ну, пожалуй, однотонные варианты, кожаные варианты. Кожаные варианты будут максимально смотреться стилистически здорово, с большим количеством аутфитов. И эти варианты будут смотреться дороже. Все, что касается рюкзаков, вот прям в тотальном таком понимании на каждый день, в школу и прочее, я не вижу для себя эту историю, как, допустим, модную. Не вижу в ней чего-то прям красивого. Поэтому это просто сумка, которая исполняет свою роль на определенном этапе жизни, которая вот нужна для того, чтобы исполнять свою вот эту огромную большую функцию, чтобы скидывать туда все, накидывать ее на плечи, чтобы было вам удобно и комфортно передвигаться в течение дня из точки А в точку Б, нося с собой там какое-то определенное количество вещей. Если вы, допустим, носите с собой ноутбук, то, в принципе, вы там говорите, что вам нужна, опять-таки, какая-то такого рода такой рюкзак под ноутбук. Ну, наверное, нет. Для этого можно, в принципе, купить тоненький чехол и тоненькую сумку для ноутбук К, для ноутбук К, и положить ее, допустим, в толпбек. Легко засунуть. Поэтому модели миллиарды, мне кажется, рюкзаков просто невообразимое количество из разных материалов. Есть антивандальные, которые не разрезать ножом. Здесь стоит, наверное, просто углубляться в этот вопрос, искать модели. Ну, вот я сказал, я бы выбрал, наверное, если бы у меня был бы такой выбор, какой-то кожный вариант или прям однотонный вариант. Модели, которые мне визуально понравятся, я скину вам в описании. Возможно, что-то для себя подберете, но в рюкзаках я просто не шарю, поэтому, пожалуйста, не спрашивайте меня. Я честно не знаю. Сумка номер четыре, это hold all, или сумка, в которой, грубо говоря, можно положить все. Это вот некий дорожный вариант или вариант большой сумки, в которой можно закидывать большое количество вещей. Для чего и для кого? Ребят, если у вас есть просто бюджет на какую-то сумку, и у вас есть, допустим, машина, в которую вы можете спокойно эту сумку поставить, и вы периодически, спонтанно можете куда-то собраться, допустим, на тренировку, или, я не знаю, или вот просто куда-то, что-то где-то, эта сумка всегда пригодится, потому что вы можете дома закинуть в нее все-все-все, допустим, на какое-нибудь, там, не знаю, мероприятие или еще что-то, и кроссовки, а вдруг еще что-то, а вдруг еще что-то, бросить в машину, и она у вас там весь день пролежит или несколько дней, и если что-то понадобится, вы оттуда достанете. Либо, если вы вдруг куда-то собрались поехать в какое-то небольшое путешествие или просто какую-то поездку, точно так же вы собираете туда, кладете необходимые все вещи и в путь дорогу. Это, естественно, не чемодан, в который можно положить огромное количество вещей, и это в то же время немаленькая сумочка, с которой было бы удобно ходить, но в целом это вот прям крутой вариант, который может теоретически займить вам спортивную сумку, но все-таки для зала, и вот я порекомендовал вам купить отдельную, спортивную, тканевую, самую бюджетную сумку, потому что это будет прям намного лучше. Все остальное, это вот прям все то, что можно заменить предыдущими сумками. Ту же самую сумку почтальона легко, наверное, можно заменить рюкзаком каким-нибудь кожаным, или же, допустим, можно заменить тоутбэгом каким-то, да, потому что, ну, в принципе, в папку положили документы, положили в тоутбэг и пошли, смотрится куда более актуально. Либо это может быть, по сути дела, сумка почтальона является отчасти кроссбодибэгом, потому что носится через, тело, но она просто имеет такой большой вид, и я не знаю, как бы меня она визуально не очень нравится, тут же смотрите сами, вот кому что, по-хорошему, на универ, наверное, под каких-то там пару тетрадей, или еще что-то, может быть, под планшет, неплохая история, если вы ничего не носите, но можно, мне кажется, заменить чем-то другим. Аксессуары. Я вскользь затрону эту тену и объясню, почему вскользь. Мы говорим с вами про такие аксессуары, как часы, про такие аксессуары, как кольца, сережки, всякого рода ожерелья, и, наверное, сюда можно еще подключить ремни. Все, что касается часов. Я могу снять отдельное видео про часы, но на данный момент я хочу сказать, что я был просто огромным фанатом часов, я хотел просто себе собрать необразимую коллекцию. У меня 5 или 6 пар есть на данный момент, мне все нравятся, я их все носил ситуативно под разные вот аутфиты, но после приобретения Apple Watch я забыл про все часы, потому что для меня сейчас это максимально универсальная история, которая выполняет все свои задачи, я пользуюсь ими просто на 100%, то есть, ну, понятное дело, что я смотрю время, я смотрю погоду, я смотрю какие-то вот оповещения, которые мне приходят, я слежу за активностью, и вот, то есть, это те вещи, которые мне нужны на повседневной основе, к которым я уже привык. И одевать часы, которые по большому счету не выполняют эти функции, а просто служат для того, чтобы посмотреть время, мне уже не так интересно. И вообще, сейчас я в целом, пожалуй, не рассматриваю часы как какой-то аксессуар, который дополняет ваш образ, если это не классический аутфит. В классическом аутфите брюки, пиджаки, там, сорочки и прочее, я это вижу. Во всем остальном, мне кажется, часы даже иногда являются лишним нагромождением. Это мое какое-то мнение, я, опять-таки, обожаю часы, но вот сейчас это только Apple Watch. Если нужно больше, сниму отдельное видео, напишите в комментариях. Если мы говорим про кольца, как видите, у меня на руках их нет. У меня был когда-то, года три назад, неудачный опыт ношения колец, и это очень сложная история. Вы часто спрашиваете меня про аксессуары. Я знаю несколько фирм, укажу в комментариях, которые, допустим, где неплохо делаются мужские кольца. Они, как правило, стоят дорого. Вообще, в целом, можно найти в разного рода пабликах в Инстаграме ребята, которые делают это все дело вручную, и наверняка найти себе какое-то вот уникальное кольцо. Но, по большому счету, это настолько персональная история, что вам никто ничего не посоветует. Вы можете носить огромные печатки, можете носить эти кольца на пяти пальцах, а можете носить это кольцо на одном. И все зависит от ваших предпочтений. На данный момент я считаю, что одно-два кольца на двух руках, и этого более чем достаточно для того, чтобы добавить аутфиту какую-то, может быть, завершенность, или показать какие-то вот свои, может быть, черты характера. Я не знаю, вот мне почему-то кажется, что кольца передают какую-то вот такую более вашу, не то чтобы глубокую суть, но они много чего показывают. То есть дизайн кольца, его размеры, нахождение на определенного рода пальцах. Это как-то все прям настолько индивидуальная история, она очень индивидуальная. Здесь нет правильных и неправильных вариантов, просто вы носите то, что вам нравится, это показывает вашу индивидуальность, и по большому счету все. Все, что касается ремней, я ношу всего два, это черный и коричневый, но 90% времени я ношу черный. Это простой кожаный ремень, именно кожаный, который можно купить где угодно в H&M, Zara, просто он должен быть кожаный, у него должна быть небольшая бляшка, не сильно хромированная, и все. Это максимально такой вот элемент, который можно сочетать со всем, если вы возьмете не какой-то вычурный, а вот просто базовый ремень, он подает вам абсолютно подо все, и больше, я считаю, здесь говорить абсолютно не о чем. Все, что касается разного рода ожерелья, цепочек и прочего, я раньше носил разного рода цепи, и толстые, и длинные, и с клыком, и с подвесками, и прочее, и прочее, сейчас ничего не ношу. Просто вот как-то я от этого отошел, может быть, ко мне это опять вернется. Максимально актуальным сейчас считаю жемчуг и какого-то рода разные бусы. Это не совсем какая-то моя тема, не совсем, наверное, мне подходит, хотя мне как бы нравится. Может быть, я в какой-то момент времени это попробую. Это такая же индивидуальная история, как кольца, поэтому здесь просто выбор за вами, что хотите, что одевайте, главное, чтобы это было вам комфортно, приятно, и вы в этом чувствовали себя здорово. Есть золотое правило, если вы себя в чем-то чувствуете крайне некомфортно, то вот это будет передаваться на окружающих. Поэтому постарайтесь брать те вещи, которые вам безумно нравятся, и в которых вы себя чувствуете как бы здорово. Таким образом, постепенно-постепенно вы придете к тому, что это станет неотъемлемой вашей частью вашего гардероба. На этом у меня все. Народ, я надеюсь, вам подсказал по поводу сумок, по поводу аксессуаров. Если нужно больше информации, пишите вопросы в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...